Друзья, всем привет! Я вообще на самом деле не понял, нафига шлепать вот прям подряд столько камер, но тем не менее, буквально недавно мы смотрели на камеру Predator от Foxeer. Сейчас у нас с вами Predator второй версии, которая должна быть чуть лучше, чем предыдущая. Поскольку Predator был как бы на новом железе построен, Foxeer, скажем так, сделала его как бы тестовым. И во второй версии, сразу после первой, поправила практически все недостатки. Давайте поглянем на него поближе. Погнали! По своим характеристикам камера не сильно изменилась, но довольно сильно поправили программное обеспечение. В прошлый раз меня спрашивали, а какую камеру брать 4х3, когда у меня очки 4х3, потому что 16х9 я не хочу искаженное изображение. Вот, Predator хорошая камера, которая вот с этой версии имеет немножко более реалистичные цвета, приближенные к другим CMOS сенсорам, потому что до этого у нее была такая чистая картинка, которая рассчитана на всякие гоночные вещи, где у вас больше важно, конечно, количество деталей и не так важны цвета. Выглядит она, в принципе, абсолютно так же, как и предыдущая модель. Я думаю, внешне как бы, мы даже здесь ее, в принципе, раскрывать, я думаю, не будем. Это маленькая CMOS камера, с достаточно широкой, приятной линзой и очень большой диафрагмой. Она хорошо берет свет и очень хорошо снимает ночью. Вес ее примерно 5,9 грамм. То есть она относительно легкая. Как вот здесь видно, у нас с вами все это дело покрыто уже лаком, потому что камера слегка загермечена. Поэтому не бойтесь какой-то легкой влаги. Даже если туда что-то попадет, ничего умереть резко не должно. Но если вы собираетесь ее купать, можете залакировать еще раз. Комплектация абсолютно та же самая. Здесь шнурок, пультик, скоба для крепления и какие-то гаечки, болтики, винтики и так далее, которые у нас в отдельном пакетике вот здесь. Судя по запаху, только-только сошла камера с конвейера, она еще пахнет новинкой. Следующий вопрос, который мне задавали буквально пару дней назад. Греются ли камеры, когда я вот их держу? Я на самом деле не знал, что ответить. Давайте замерим температуру. Да, они слегка нагреваются. То есть, чувак мне писал, что они греются до 50 градусов. Ну, да, 47 градусов. То есть, ну, слегка тепленькие, да. Но ничего сверхъестественного. Здесь поправили несколько моментов. Во-первых, по заявлениям, убавлен синий цвет. То есть, цвета выглядят более натуральными, более приятными глазу. Это, конечно же, сейчас посмотрим во время полетов. Как видно, ОСН на этой камере есть. Она сейчас замеряет напряжение вот с основного силового разъема. Но также есть дополнительный контакт, с которым вы можете замерять напряжение батареи, если вы камеру питаете другим напряжением. Также здесь появилась настройка день-ночь. Теперь вы можете выбрать только цветной, только ночной. То есть, если вы действительно летаете вечером и хотите черно-белую картинку без переключений, тема хорошая. Кроме того, они убавили немножко количество шумов. Появилась калибровка напряжения, которая показывает камера. Сейчас она, в принципе, покажет на самом деле четко, я по мультиметру проверил. Но если у вас немножко съехало напряжение на десяточку, здесь можно плюс или минус загнать напряжение чуть-чуть и посмотреть, что изменится. Кроме того, есть режим LED. Это режим для полетов по ночным трассам, где у вас много лет подсветки. Чтобы она вас не ослепляла, можно выбрежать режим medium или dark, который будет, скажем так, он будет экспозицию в минус выкручивать. То есть, камера будет держать картинку более темной, понимая то, что картинка должна быть темной, а фонари будут держать не сильно пересвеченными. За счет этого будет картинка более правильной и летать по такой картинке легче. В принципе, цвета действительно неплохие, но в данном случае давайте посмотрим теперь, как эта камера в полете, потому что это самое главное. Давайте посмотрим две камеры в первом самом тестовом полете. Здесь я их закрепил на один коптер, поэтому у нас будет одинаковая картинка с обеих камер. И сразу видно, что на Predator V2 картинка не то, что более насыщенная, а на более правильно цвета выглядит. Они действительно зеленые, а не ярко-салатого-желтые, как выглядят на Predator I. Кроме того, на Predator I можно заметить, что картинка достаточно с резкими переходами. То есть, если светлая область, то она очень светлая, если темная, то она очень темная. Predator V2 в то же время более равномерно окрашивает картинку. И за счет этого более приятная картинка, более равномерно освещенная она. Кроме того, на Predator V1 контраст гораздо выше. Когда вот наверх обращаем внимание, белесые места, которые на Predator V1, прям сильно видно, как они переходы идут градиентом, от темным к светлым. На Predator II эти места сглажены, их практически незаметно. Теперь я предлагаю посмотреть на картинку в боевом режиме, так сказать. Слева у нас картинка с камеры Александра Кернера. Я попытался совместить картинки, чтобы было более-менее одинаково. Как видно, на Predator V2 картинка более равномерно освещенная, более правильные цвета, более приятная картинка. Слева картинка точно такая же детализирована. Детали, конечно, огромное количество. Картинка чересчур то ли контрастная, то ли что. Вот эта вот специфическая картинка от Predator, она как бы уже довольно известна, и по ней легко именно Predator узнать. У Predator всегда такая картинка, немножко странные цвета, но тем не менее, посмотрите, насколько, например, детализирование понятнее трава. Насколько четче перепады, и насколько больше информации приходится с нее. Вы видите просто каждый кустик, например, на земле. Что вам больше нравится, решать вам, конечно, мне больше право. Картинка нравится, она более цветастая, более равномерная и приятная глазу. Вы обращайте внимание на то, что нужно. Из-за того, что цвета более спокойные, здесь можно разглядеть немножко меньше деталей, например, на траве и так далее. Но в целом картинка мне более приятна. Если понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описании. Что по поводу Predator V2, я считаю, что камеру действительно поправили, добавили несколько интересных режимов, полезных. Подкорректировали цвета, подкорректировали ошибки прошлой версии, какие-то недочеты и так далее. В общем, нормально получилось. Всем пока.